ФНС России проведет 23 и 24 марта дни открытых дверей во всех налоговых инспекциях. В дни открытых дверей время работы инспекции будет продано. В рамках акции налогоплательщикам расскажут о нововведениях в законодательстве, а также работе онлайн-сервисов ФНС России. В частности, все желающие смогут подключиться к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц, с помощью которого можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы в налоговые органы и проверять задолженность. 20 марта началась регистрация на Всероссийский конкурс «Доброволец России-2018», который в этом году пройдет в модернизированном формате и позволит поддержать еще больше успешных и перспективных активистов и их инициативы, сообщается на официальном сайте Роспатриот-центра. Конкурс пройдет в несколько этапов. Первый – региональный, стартовал 20 марта и продлится до 1 октября. Все заявки регистрируются в единой информационной системе добровольцы-россии.рф. Каждый может зайти на сайт и увидеть, какие проекты существуют в определенном регионе, выбрать интересующий, связаться с его участниками и проследить за ходом реализации. Это позволяет проводить конкурс максимально открыто, а также помогает активистам продвигать свои инициативы через интернет. Волонтеры от 8 до 17 лет будут оцениваться отдельно. Они представят экспертам инициативы, направленные на оказание помощи незащищенным слоям населения в номинации «Рожденные помогать», «Развитие культурной среды», «Вдохновленное искусство», «Помощи детям» у истоков будущего, «Организацию комфортной городской среды вокруг меня», «Сохранение исторической памяти» и «Забота о ветеранах» под названием «Уверенные в будущем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова